У оренбуржцев есть выбор, где приобрести зелёно-полосатую ягоду. Каждый старается купить арбуз в поле поближе к солилеску. Но если нет возможности, приходит на помощь выездная торговля. Такая, например, как во дворе дома по улице Чкалва. В кабине импровизированной автолавки скучает водитель. При появлении покупателя мужчина встаёт за прилавок и начинает взвешивать товар. На наш вопрос, где продавец, отвечает уклончиво. А кто продаёт, да? Но вы сейчас позволяете пользоваться товаром? Я сказал, наберите, сейчас подойдёт она. Продавца с санитарной книжкой мы так и не дождались. Перекупщик показывает накладную на товар, она выдана 5 августа. На этом все справки закончились. Справки от мэрии о том, что торговля в этом месте разрешена, тоже нет. В соседнем дворе похожий мужчина тоже торгует арбузами и дынями. Легенда гласит, что продавец вот-вот придёт. Только сейчас я пришёл и открыл. Вы водитель и продавец? Нет, я в крючке работаю и сейчас он не придёт. Я просто туда сградиваю, сейчас придёт. К слову, хозяин с документами так и не появился. Но мы поговорили с ним по телефону. Почему торговое место находится рядом с мусорными баками? Отчего водителю выдали разменные монеты и весы, но не снабдили сертификатами и разрешение на торговлю? Все эти вопросы остались без ответа. Оба мужчины твердят только одно – арбузы хорошие и соли леска. Арбуз – соли лески. А как это можно узнать, что он соли лески? Ну, сертификат есть, сертификат показывает сейчас. Всю правду о торговле арбузами в Оренбурге знают в профильном комитете администрации города. Здесь разработан единый торговый реестр, в котором числится каждый, получивший законное право реализовывать товар, в том числе такой сезонный, как бахчи. Пару лет назад сформирована вот эта схема, мы ее не меняем практически. Достаточно точек на территории города определено. Это не только рынки торговой комплексы, это и микрорайоны города жилые. Оренбуржцев, которые на свой страх и риск покупают арбузы у нелегальных продавцов, не пугают ни антисанитарные условия торговли, ни сроки хранения бахчей, ни даже район произрастания сладкой ягоды. Нормально отношусь, у кого нет возможности съездить в лес к самому, на другой базар, бабушки, всякие, для них удобно. Я спрашиваю, чьи арбузы, а уж сертификаты, этого не спрашиваю. Между тем, не все арбузы одинаково полезны. Многие бахчевые, особенно те, что продают вдоль трасс, могут привести к серьезным отравлениям. Свинец и кадми содержатся в бензине, поэтому при выклопе они попадают на корочку арбуза, а потом внутрь него. Остается надеяться, что в мусорных баках всего этого нет. В противном случае и покупателям этого двора грозит пищевое отравление. Елена Давыдова, Роман Боричев, Виктор Яковлев. Новости дня.